это сирена громкие чупы за неделю страшная правда из жизни города мы ложимся ровно в 10 минут засекайте трагедия с хэппи-эндом я спраподону что вообще либо чемодан летит либо крышу делают как двухлетний ребенок выжил после падения с 15 метровой высоты прямо под колеса были причинены телесные повреждения с которыми она была госпитализирована во дворе дома на 50 лет сбили школьницу 15 лет неизвестности заносили останки вы куда с края углубления в центр прямо в центр подробности пропажи 2004 года раскрыли правоохранители мы начинаем он не искал опасности он просто играл новостные ленты информагент страны облетел невероятный случай который произошел в бобруйске воскресным утром двухгодовалый ребенок самостоятельно взобрался на окно открыл его и уже через несколько мгновений у этого происшествия появились очевидцы на место чп отправилась наша съемочная группа мы лежали на кровати я увидела что он лежит ну летит такой такой знаете я справа подумала что вообще либо чемодан летит либо крышу делают и потом дух так глухой такой стук а будто ну с крыши что-то скидывает и все а потом уже к нам сосед встретил этажа постучался говорит это не ваш ребенок выпал потому что у меня что же маленький мы смотрим на шапку дома открываю окно там ильюха уже у женщины на руках ольга полозняк до сих пор не может забыть тот ужас который испытала воскресным днем пока очевидцы пытались понять с чем ребенком чуть не случилось беда мама ильюши готовила обед на кухне и даже представить не могла что те несколько минут пока малыш был один чуть не закончились трагедии потом постучали в дверь честно я даже не знаю потому что он был возле меня понимаете он просто взял машинку пошел телевизор смотрите я просто поставила решетку на плиту или свалить пошла сразу за ним а мне тут стука то есть это все буквально за секунду это я говорила уже мне не верила милиция говорю это буквально пару минут это немного времени прошло он на подоконник никогда не лазит известно мальчик а ему два с половиной года упал на кустарник невероятно но он отделался ушибом и ссадиной очевидцы отмечают сразу после падения буквально через несколько секунд зазвонили колокола свято-георгиевского храма местные окрестили случай настоящим чудом тем временем следователи проводят проверку по данным следствия днем 6 октября в обручке двухлетний мальчик находившийся один в комнате используя детскую игрушку забрался на подоконник открыл створку окна отверстия о москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа пока правоохранители разбираются в деталях жители выдвигают свои версии говорят илья любит голубей всегда с ними играет во время прогулок или птички там его завлекли он так видимо получилось что выпал вопреки возможным домыслам все соседи твердят в голос семья примерная никаких нареканий в сторону родителей ни у кого нет исключительно положительная характеристика все переживаем потому что гуляем вместе у меня полтора годика ребенком гуляем вместе с илюши а что семье можете сказать ну плохого ничего мама всегда с ним он тут голубей гоняет носится по двору веселый мальчик здравствуйте говорит всегда к слову на неделе этот случай не единственный накануне днем из окна третьего этажа витебске выпал четырехлетний мальчик по счастливой случайности ребенок тоже остался жив но находится в больнице семья этого ребенка состоит на учете как социально опасная мария бересневич дмитрий живцов бобруйск 360 как гласит статистика такие случаи скорее правило нежели исключения анализ происшествий показывает ситуации очень схожи между собой дети остаются без присмотра при помощи предметов мебели взбираются на подоконник и выпадают и причина тому беспечность взрослых даже самых щепетильных родителей открывая окна многие просто не задумываются для ребенка эта игра опасности он не осознает всем известный факт болезнь лучше предупредить чем лечить то же самое и здесь постоянно сотрудники мчс посещают школы и детские сады чтобы рассказать еще совсем юным ребятам как нельзя себя вести и чего стоит опасаться для взрослых же любая информация всегда может быть под рукой как диктует условия жизни в смартфоне трагедии можно избежать если например заранее продумать систему защиты уверяют специалисты замки с ключом помогут зафиксировать раму в вертикальном положении дополнительный ограничитель не позволит открыть окно более чем на 10 сантиметров однако в квартире она как оказывается не единственная опасность о чем и предупреждают спасатели буквально на прошлой неделе министерство чрезвычайных ситуаций презентовала 3d карту жилища цель которой предупреждать несчастные случаи с детьми в быту используя интерактивные средства здесь двигая пальцы можно рассмотреть все пространство карта позволяет наглядно увидеть и пройтись по точкам в квартире которые могут быть небезопасны внимание уделено каждой комнате в том числе кухне и ванной вот опасность окна выпадение травмирования меры предосторожности здесь все рассказывается как раз рекомендации о наличии замков каким образом это можно предупредить то есть вот установка как раз вот этих замков которые могут контролировать только родители наличие ключей различных застежек и тому подобное берегите детей и позаботьтесь об их безопасности не оставляйте малолетних без присмотра даже на минуту 60 секунд могут стоить вашему малышу жизни сгорел дотла 6 октября в поселке титовка на пожаре погиб мужчина пока его личность устанавливается людмила любимцева съездила на место чп и нашла знакомых жертвы огня и очевидцев того страшного вечера я живу тут час хату слышали что заляпало то слышали как это заляпало шея начал гореть ну а вы в окошко открыли пламя такое еще ну вышли тут машина наехал опять машин 6 октября в 21 26 спасателям поступил звонок о пожаре по улице 1 мая о том что в частном секторе бушует огненная стихия сообщили соседи очевидцы спасатели незамедлительно выехали на место происшествия к моменту их прибытия пятый дом горел открытым пламенем кровля частично обрушилась все усилия были брошены на то чтобы локализовать и ликвидировать данное возгорание чтобы пламя не перекинулась на соседние дома также через некоторое время звеном газодымозащитной службы на полу из одной из комнат был обнаружен труп человека личность которым данный момент устанавливается по словам очевидцев в этом доме последнее время проживал мужчина лет за 30 официально нигде не работал к тому же был любителем горячительных напитков пока мисс один мужчина проживал мать и сестра в городе живут в них не знаю точно там где но живут в городе а как мужчина характеризовался злоупотреблял или нет купивал трошки не злоупотреблял бывало как характеризовался вообще нормально так помогал всем по зеленке ходил личность погибшего сейчас предстоит установить следователем что же касается жилища огнем уничтожена кровля повреждены стены и перекрытие имущество сгорело практически дотла причины происшествия выясняются к слову всего за текущий период этого года в бобруйске произошло 58 пожаров 4 человека погибло могилевской области с начала 2019 произошло 612 пожаров погиб 51 человек из них один ребенок еще одно чипы снова ребенок 7 числа прямо во дворе 23 дома на 50 лет в лксм под колеса внедорожника угодила восьмилетняя девочка школьница пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения авто двигаясь в дворовой территории дома 23 по улице 50 лет в лксм совершил наезд на несовершеннолетнюю пересекавшую проезжую часть дороги в результате дтп девочки были причинить слесные повреждения с которыми она была госпитализирована по факту дтп проводится проверка 4 октября на прикрестке бахровой чингарской столкнулись две иномарки опель ехал со стороны урицкого и при повороте на зеленый сигнал светофора не уступил ситроену который двигался ему навстречу в результате дтп обоим машинам причинены механические повреждения а это уже кадры с крылова сегодня утром водитель большегруза скорее всего не справился с управлением и врезался в забор за 9 месяцев этого года на дорогах области зарегистрировано 237 дорожно-транспортных происшествий в которых 27 человек погибли и 265 получили травмы участниками 77 аварий стали пешеходы а в 24 случаях пострадали велосипедисты по 17 октября сотрудниками госавтоинспекции проводится республиканская профилактическая акция сохранить себе жизнь главная цель которой предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения в темное время суток и пропаганда и пропаганда использования ими световозвращающих элементов 15 лет об их судьбе не было известно ничего они пропали при невыясненных обстоятельствах в 2004 и вот буквально в этом году появились подробности громкого дела прошлых лет тогда бесследно исчезли не только две девушки но и 52-летний мужчина казалось бы что могло связывать никогда не знакомых людей все эти годы сотрудники уголовного розыска отрабатывали разные версии феврале четвертого года в милицию заявлением о пропаже брата обратилась бобруйчанка мужчина жил у своей возлюбленной и вдруг пропал правоохранители выяснили незадолго до исчезновения у мужчины случился конфликт с 24-летним сыном сожительницы но доказательств причастности молодого человека к пропаже отчима тогда не хватило спустя полгода пропадают и две татьяны девушки снимали квартиру в центре хорошо одевались всегда передвигались на такси работали рабами любви как раз в это время сотрудники милиции вычислили одного из предполагаемых подозреваемых по делу об исчезновении мужчины кроме того были основания полагать именно он причастен и к пропаже женщин однако в тот момент он уехал жить в европу когда в мае 2019 мужчина приехал в город на радуницу чтобы навестить могилу матери его задержали об убийстве отчима он рассказал сразу поругались ударил вывез тело за город и по частям закопал лаконично и по делу чуть позже мужчина сознался и в убийстве девушек заносили останки вы куда с края углубления в центр прямо в центр убивать сразу не собирался просто хотел развлечься с другом они заказали девушек однако привезли их не на квартиру а сразу в лес где с товарищем отобрали ключи от жилья дам и ограбили их как минимум на 8 тысяч долларов плюс украшения позже убили и закопали недалеко от ранее пропавшего мужчины это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соц сетях я кристина риан с увидимся через неделю и